всем привет с вами кекс и сегодня я буду делать фруктовую прослойку для торта под названием кули у меня будет кули чернично-смородиновое для него я использовала замороженные ягоды можно брать свежие я замороженные разморозила и буду измельчать их блендере измельчить их нужно в пюре в однородное вот использовать для одного тортика диаметром 24 26 сантиметров достаточно 250 300 грамм фруктового пюре его я уже отвесила после того как измельчила также нам сюда понадобится где-то 10 12 грамм пектина все также зависит от силы вашего пектина и пектин обязательно нужно смешивать строго с сахаром один к пяти перед тем как добавлять в кипящее пюре наши поэтому я сразу отвесила еще 60 грамм сахара и смешала его с пектином и дальше уже буду сахар добавлять по вкусу сколько вам нужно и насколько у вас сладкий тортик и смотря какое у вас будет пюре кислое не кислое я еще добавила сюда где-то грамм 50 сахара в общем пюре но также вы видели я только что всыпала там буквально грамма 2 лимонной кислоты чтобы не был такой приторно сладкий вкус поставила я свое пюре закипать в кастрюльке тут к сожалению ничего не видно потому что оно очень темное но такое темное прям аж черная черника со смородиной и постоянно помешивая всыпаю пектиново сахарную массу и возвращаю эту смесь на огонь и при постоянном помешивании довести нужно нашу смесь до кипения и кипятить после этого где-то минут пять точно нужно покипятить тем временем нам нужно будет сейчас смешать желатин с водой чтобы он набух желатин с пектином в общем дадут нам такую пластичную я же даже не знаю кули это вообще по сути такое не совсем соус не совсем пюре не совсем просто фрукты перебитые не варенье но вот это это есть кули в общем желатин я смешала с 30 граммами воды вот я ставлю чуть-чуть набухнуть пока кипит моя масса вот она у нас получится такая приблизительно как на вареньюшка вот очень вкусная вы пробуете ее на сахар сразу вот пробуйте на вкус чтобы вам было очень вкусно чтобы не было приторно сладкое наоборот не было никакой не кислая и регулируйте уже добавляйте лимонную кислоту или там что вам нужно по вкусу может вы хотите туда специи каких-то добавить во вкус добавить если ну эти начинки можно делать абсолютно любые если вам допустим нужно делать такую начинку которая при температурной обработке потерять свой вкус нужно нагревать только часть пюре а потом уже добавлять остальное пюре которое вы не будете кипятить то есть вы допустим на апельсиновую будете делать одну треть возьмете будете варить а две трети у вас будут не вареные и вы их смешаете уже когда будете добавлять желатин добавили желатин и смешали с остальной массой тогда у вас не потеряется вкус допустим апельсиновый в общем не буду это может быть сделаю еще пару видео на эту тему я форму застелила пленкой для того чтобы потом удобно было достать мою массу и разравниваю ее по форме здесь у меня 24 сантиметра получится у меня где-то чуть больше полу сантиметра слой вот и отправляю остыть пока она теплая в холодильник никуда не получится она мне остынет просто на балконе и для тортика мне потом будет нужно заморозить но я вам сейчас покажу что у меня вышло после просто остывания на балконе что это довольно будет пластичная нежная масса это никакой не кирпич вот видите она довольно мягенькая приятная как бы такая огнется и в тортике будет резаться очень хорошо в общем я буду использовать в тортике который покажу вам чуть чуть дальше вот он на фото если вам вдруг что непонятно было спрашивайте в комментариях ставьте пальчики вверх постараюсь на все ответить все рассказать а с вами был кекс до новых встреч пока пока